Телевизионная инструкция по безопасности, которая научит, как действовать в сложных ситуациях и не стать жертвой обстоятельств. Репортажи с мест чрезвычайных событий, обзор происшествий, журналистские расследования, эксклюзивные интервью и уникальные съемки. Все это в программе 112 на телеканале «Север». 20 человек погибли и 5 пострадали. Таковы последствия пожара, который вспыхнул по легенде в одном из торговых центров Наринмара. В регионе завершились одни из самых масштабных всероссийских учений МЧС. Они проводились в три этапа. Спасатели отражали удары стихии, техногенных аварий и пожаров. Главная задача – отработать действия на случай серьезной чрезвычайной ситуации. Третий день вся страна от Камчатки до Калининграда живет в режиме чрезвычайной ситуации. Чуть ли не впервые МЧС проводит учения такого масштаба и продолжительности. Каждому региону было предложено самостоятельно определиться с легендой учений. В Ненецком округе проверяли, как быстро местные спасатели способны отразить удары стихии и пожаров. По легенде, возгорание произошло в торговом центре «Радуга». Это конечная остановка города Наринмара. Известно о нескольких пострадавших. Сейчас на место ЧП отправляются наряды скорой помощи, полиция, МЧС, спасатели и газовая служба. Площадь возгорания 350 квадратных метров. В здании заблокированы люди, спасатели, которые внутри сообщают по рации. Есть погибшие и пострадавшие. Всего 25 человек. Огнеборцы оперативно организовали эвакуацию работников и посетителей торгового центра, а затем быстро ликвидировали очаг возгорания. Во время пожара погибли 20 человек, но это всего лишь по замыслу. Зато достигнута главная цель. Благодаря слаженной работе в непростых условиях все участники тренировки проявили четкие действия. Все службы сработали на оценку хорошо, экстренные, как поселка Искателей, так и города Наримара. Все пожарные расчеты прибыли вовремя. Уложились в тех регламентах. А вот работников торгового центра об учениях никто не предупреждал, поэтому многие, увидев пожарных в масках, пребывали в шоковом состоянии. Тем не менее, продавцы и покупатели сказали, что готовы терпеть временные неудобства. Они лично убедились, во время невымышленного ЧП спасатели обязательно придут на помощь. Олег Танзийский, Роман Делимарский, Андрей Котов. Итоги масштабных учений МЧС подвели в Москве в главном центре управления в кризисных ситуациях. Оценку нашим спасателям поставили высокую. Все три этапа, по мнению министерства, в Ненецком округе были отработаны четко и слаженно. Дни были действительно масштабные. Это было трое суток. С 21-го с 6 утра поступил сигнал. Было введено три вводных. В целом, оценка наша положительная. Эта оценка на хорошо. О чем также подтвердили с Национального центра управления в кризисных ситуациях города Москвы и Северо-Западного регионального центра. Сегодня было подведение итогов. У нас на 14 часов и эти моменты все были озвучены. Восемь лет строгого режима суд Ненецкого округа оставил без изменений приговор экс-заместителя командира отдельного взвода ДПС Евгения Ольховского, которого ранее обвинили в получении взяток. Напомню, в декабре прошлого года бывшего сотрудника ГИБДД суд Наринмара судил на 8 лет лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере 3 миллионов рублей. Об этой истории в нашем регионе журналисты говорили не так уж и часто. Ведь речь о взятке, которую получил сотрудник ГИБДД, при этом бывший заместитель командира отдельного батальона. Чтобы закрыть административные дела водителя Евгений Ольховский запросил 93 тысячи рублей, при этом извест на трех эпизодах. В двух из них он запросил по 45 тысяч рублей и в последнем всего лишь 3 тысячи, но этих денег хватило, чтобы угодить за решетку на 8 лет. Уроженец Ростова-на-Дону Евгений Ольховский на службу в ГИБДД Ненецкого округа попал всего несколько лет назад, но уже совсем скоро он оказался на скамье подсудимых. Его обвинят в получении взяток. Впервые против закона экс-сотрудник полиции пошел 10 февраля 2013 года. Тогда, чтобы вернуть водителю его права, Евгений Ольховский у автолюбителя в качестве вознаграждения попросил 45 тысяч рублей. После снова та же история. При этом осужденный действовал сговор с своим подчиненным, который не смог умолчать, и о черных делах рассказал сотрудникам ФСБ. Уже в конце 2013 года бывшего замкомандира взвода ДПС городской суд признает виновным. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должность в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти на срок 2 года 8 месяцев со штрафом в размере 3 миллиона рублей и с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Но Ольховский с данным приговором не согласился и апеллировал его. Осужденный, к слову, вообще не признал своей вины. Дело пересмотрели 13 апреля. Суд апелляционной станции проверил доводы апелляционной жалобы Ольховского и по результатам приговора Наримарского городского суда оставил без изменений. Во время следствия Евгения Ольховского и его бывшие коллеги охарактеризовали как добросовестного, ответственного и грамотного сотрудника ГИБДД. Но к этим доводам суд не прислушался. Что касается сообщников осужденного, то по ним сейчас проводится отдельная проверка. Скорее всего, причастных к этой истории тоже ждет судебное заседание. Залечь на дно не удалось. 33-летнего жителя Ярославля, который скрывался от правоохранительных органов более трех месяцев, задержали сотрудники уголовного розыска Ненецкого округа. Мужчина был объявлен в федеральный розыск в связи с убийством. Об этом нам рассказала референт группы информации и общественных связей ОМВД по Ненецкому округу Юлия Задорина. Преступление было совершено в новогодние праздники. 1 января текущего года в полицию Ярославля поступило сообщение о том, что в квартире одного из домов обнаружен труп 33-летней женщины с признаками насильственной смерти, ножевые ранения. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана миропресечения в виде заключения под стражу. МЧС подводит статистику пожаров в регионе за последние 4 года. Если в общем, то за этот период произошло 135 возгораний. Из них чуть более 80 зафиксированы в населенных пунктах региона. Всего в пожарах погибли 30 человек. 11 пострадали. Основная причина возгораний, сообщает в МЧС, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности в быту. В этом году на территории субъекта уже произошло 7 пожаров. Для сравнения, в прошлом эта цифра была равна 34-м. Большее число возгораний зафиксировано в 2012-м. 53 пожара. Для оперативного реагирования во многих деревнях и селах созданы добровольные пожарные дружины. Общая численность общественников сегодня составляет 432 человека.